Всесильный чеснок, дорогие препараты или прививка от гриппа. Каждый выбирает для себя, но врач-эпидемиолог Северской центральной районной больницы Ксения Мороз уверена, что в реальной борьбе с болезнью помощником может стать только вакцина. Традиционно осенне-зимний период медики величают эпидемиологическим сезоном. В это время вирусы активизируются и быстрее передаются от человека к человеку. Но есть вопрос, волнующий многих, как при таком огромном количестве изменяющихся вирусов гриппа узнать, от какого прививаться. Существует система прогнозирования циркуляции вирусов, в том числе Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации о составе вакцин на этот эпидемический сезон 22-23 годов в северном полушарии. Поэтому мы готовы к приходу именно этих вирусов. На вопрос, когда же все-таки правильнее прививаться, Ксения Мороз дала однозначный ответ перед началом эпидемиологического сезона, как раз в сентябре. Вакцину в район обычно привозят уже в середине августа. Иммунитет начинает развиваться через 15-20 дней после вакцинации и сохраняется на весь год. В большинстве случаев. Ни один лечебный или профилактический препарат гарантирует 100% защиту. Вакцинация против любой инфекции гарантирует не осложнение ее, не тяжелое течение. Инфекция пройдет в легкой степени тяжести. И вообще, если, например, из 100 человек не заболеют, 70-90 человек в среднем. Если эти два человека заболеют, все-таки вакцинированы, у них инфекция придет в легкой степени. Кстати, прививку от гриппа можно спокойно совмещать с введением еще одной необходимости сегодня вакцины. Можно и нужно привиться от ковида и гриппа. И можно это сделать одновременно в один день, с учетом того, что вакцины будут введены разными шприцами в разные участки тела. Например, это будет правое и левое плечо. В районе имеется вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК или спутник ВИ. Мы ожидаем поступление новых партий вакцины, в том числе детской. То есть недостатка в вакцине нет. Прививаем в любых наших подразделениях. Несмотря на то, привиты вы или нет, врач-эпидемиолог рекомендовала все же не пренебрегать ношением масок в общественных местах, транспорте и закрытых помещениях.